Привет! Я Айка и рада приветствовать тебя на моем канале. Если ты до сих пор не подписан, то настоятельно советую тебе это сделать. Сегодня у нас моя любимая рубрика про скетчбук и я с кистями. Странно, да? Обычно я рисую карандашами, либо фломастерами. Но в этот раз будет кое-что интересное. Я купила акриловые краски, а замотивировала меня моя племянница, которая рисовала обалденные рисунки. Посмотрите, какую красоту она нарисовала. Я вам показывала в моем инстаграме. Я, увидев, как круто она рисует, решила тоже что-то нарисовать. Тем более, жена двойного брата сказала, что ее любимая рубрика на моем канале это рубрика про скетчбук. Поэтому сегодня мы с вами рисуем. Я сгоняла, купила себе именно акриловые краски, потому что, как я поняла, они отличаются от обычной гуаши тем, что вы можете несколько слоев наносить. Например, сделать темно-синее небо, а потом нарисовать сверху белые облака. После того, как это все высохнет. Поэтому я купила краски, чуть позже их покажу. И забыла купить кисти, поэтому одолжила у своей племянницы вот такие вот кисточки. Ну что, погнали! В общем, вот такие краски я купила. Очень надеюсь, что мне понравятся. Открываю прям при вас. И вы знаете, как всегда, я что-то обязательно забуду. Как вы думаете, что я забыла? Я забыла купить палитру. А как же без палитры с этими красками? В магазине мне нахвалили эти краски, сказали, что они просто идеальны в работе. Ну что, попробуем. Здесь небольшой, правда, объем, но говорят, что они офигенные. Почему я не взяла гуашь? Чтобы их можно было наслаивать. Просто придется немножко ждать. Ну а теперь, по традиции, буду читать истории подписчиц. Выбрала одну из историй. Сразу говорю девчонкам, которые ждут свои истории уже достаточно давно. Если вы написали короткий небольшой текст, его я зачитывать, к сожалению, не могу, потому что видео длинное. И вообще, чтобы дать полную оценку ситуации, нужно знать ситуацию в подробностях. И вот сегодня я как раз-таки зачитаю ту историю, которая описана прям во всех подробностях. И давайте приступим. Здравствуйте, я тоже со своей историей. В комментариях можете не стесняться о выражениях. Я не обидчивая, пишите все, что думаете. В мои 23 года родители познакомили меня с Сергеем. Он сын маминой подруги, точнее маминой коллеги. Мама в то время работала швеей в одном очень хорошем месте. Много мне рассказывали о Сергее хорошего. И я решила попробовать с ним отношения. Начали мы общаться. Первое наше свидание произошло просто изумительно. Мне все понравилось. Сидели мы в дорогом ресторане. Он был достаточно галантен. Был в костюме. Подарил мне цветы. И я просто растаяла. Изначально единственное, что мне не понравилось, это его работа. Он работал трудовиком в школе. Но Сергей уверял, что это временно. Ему просто нужен стаж работы с детьми. В то время работал он в школе где-то, по-моему, 3 года. И я поверила в это. Мы начали жить вместе. В общежитии, которое мне досталось еще от покойной моей бабушки. Царство ей небесное. Сначала все было хорошо. О свадьбе мы пока не думали. Так как возможности на это не было. В один из прекрасных дней я узнала, что беременна. Ребенка мы не планировали. И для нас это было как гром среди ясного неба. Сергей был очень рад. Но, к сожалению, кроме эмоций, он, видимо, не рассчитывал больше ничего предпринимать. Я родила здорового малыша в октябре месяце. Родители мои были несказанно рады. На втором месяце жизни моего сына мне пришлось выйти на работу. Кстати, работала я кондитером в пекарне. По вечерам, кстати, пекла торты на заказ. Постоянно в семье у нас были скандалы из-за работы мужа. Меня раздражало, что он не думал менять место работы, работая всего за 17 тысяч рублей. В школу Сережа ходил два раза в неделю. Не зная, сам он просил давать ему минимум часов, либо директор сам это решал. Ребенку нужно развиваться, одеваться, что-то кушать. Но муж это не понимал. Были постоянные скандалы из-за этих моментов. Работая всего два дня в неделю в школе, оставшееся время он мог бы подрабатывать где угодно. Курьером, таксистом, да что угодно. Лишь бы у человека было на это желание. Когда я ему говорила о своих претензиях, он говорил, что ему стыдно раздавать пиццу своим же ученикам. И после работы в школе не может себе позволить любую работу. Мне реально было смешно слышать это. Такое ощущение было, что трудовик это реально какая-то должность, после которой стыдно. В один из прекрасных дней Сережа пришел домой очень расстроенный, подавленный. Я поняла, что что-то произошло. Сначала я обрадовалась и подумала, наверное, что он осознал все свои ошибки и решил устроиться на какую-то другую работу. Но потом, переспросив его, оказалось, что он очень сильно поругался с директором, написал заявление и ушел. Он был расстроен, а я на самом деле обрадовалась, наконец-то Сережа найдет нормальную достойную работу и мы заживем как люди. Я не хотела работать, хотела бы заниматься воспитанием ребенка, домашними делами, а добытчиком в нашей семье, чтобы был муж. Но такого я, к сожалению, пока что себе позволить не могла. Посидев недельку дома, мы подумали с ним, что лучший вариант это работать на себя. Мы решили открыть небольшой ларечек и заниматься своим делом. Продавать кейсы от телефонов, аксессуары, наушники, подзарядные устройства и так далее. Взяли небольшое место в аренду, закупились товаром. Мы думали, что все будет намного проще, чем оказалось на самом деле. Нам пришлось продать машину и закупиться товаром. Дела с первых дней шли очень плохо и даже в какие-то моменты я думала, что его сестра сделала нам порчу. Но оказалось, что нет. Я ходила к гадалке, потратила там тоже кучу денег. Она сказала, что никакой порчи нет. В общем, проработали мы в этом магазине ровно полгода. И за эти полгода не заработали ровным счетом ничего. Просто все деньги просрали, извиняюсь за выражение. И теперь уже два года мой муж не работает. Я устроилась обратно в кондитерскую пекарню. Меня там взяли сразу с распростертыми объятиями. Начала я работать даже иногда в две смены, чтобы хоть как-то покрыть долги, которые мы уже набрали в течение этого периода нашего магазина. С одной стороны, я не могу на него сильно надавливать, так как идея была моя. И изначально я не была рада его работы в школе. Но теперь это все меня уже достало. Меня раздражает абсолютно все в моем муже. Уже два года он сидит дома. Вместо того, чтобы пойти в другую любую школу, устроиться на работу, он говорит, что свободных вакансий нет. Мы живем в маленьком городе, где ограниченное количество школ. И везде учителей предостаточно. Подруги говорят, сколько можно содержать мужа на своей шее. Но с другой стороны, он не курит, не пьет. Нет никаких вредных привычек. Меня не бьет. Вот любовниц не заводит. Единственный его минус, это то, что обувать, одевать, кормить его и нашего ребенка приходится только мне. Он не делает ровным счетом ничего. Только помогает по дому и что-то готовит. Но это недостаточно. Уже подружки смеются надо мной, что мы поменялись ролями. Я донашиваю старые вещи, которые уже давным-давно вышли из моды. Работаю в две смены. Мой сын растет. Посоветуйте, пожалуйста, что делать в этой ситуации. Как уговорить мужа наконец-то начать работать. Я уже устала обвинять маму в том, что она познакомила меня с таким неудачником. Пыталась я также поговорить с мамой Сережей. У меня это не получалось. Она в последнее время очень агрессивно настроена по отношению ко мне. Просила я мою маму поговорить с ней. Опять же, ничего путного из этого не вышло. Она считает, что ее сын ни в чем не виноват. И ничего страшного нет в том, что мужчина оступился. И пару-тройку лет он будет просто на обеспечение своей жены. Мне, в свою очередь, хочется собрать вещи Сережи и отправить его к маме. Пусть живут вместе. Пусть она начнет его обеспечивать. И посмотрим, насколько ей это понравится. Насколько лет ее хватит. Вот такая вот у нас сегодня история. Мне кажется, она очень даже интересная. Пишите обязательно свое мнение в комментариях. Я считаю, что женщина не обязана всю жизнь обеспечивать мужчину. Если мужчина на протяжении трех лет не может найти себе достойную работу и сам себя обеспечить, и все лежит на ваших плечах, зачем тогда нужен такой мужчина? Но опять же, решать вам. А в комментариях я прошу, пожалуйста, напишите, как вам рисунок, который получился. Мне кажется, получилось как-то не очень, не особо аккуратно. Напишите, нравится ли вам больше, когда я рисую фломастерами, или все-таки красками. Красками намного сложнее. И мне кажется, получилось как-то мрачно. Обязательно пишите свое мнение, чтобы я знала в следующий раз, чем именно мне рисовать. Не забывайте подписываться, ставить лайки, а на этом все.